Обстановка на дорогах города по-прежнему остается напряженной. За прошедшую неделю сотрудники ГИБДД зарегистрировали 8 аварий, в двух пострадали люди. 18 января на нерегулируемом перекрестке улицы Пушкина и проспекта Мира, напротив дома номер 7, водитель Ниссана выехал с второстепенной дороги налево, не уступив дорогу Форду. В результате столкновения пассажир автомашины Ford Fusion, женщина, 1985 года рождения, получила телесные повреждения и после осмотра врачом была госпитализирована в травматологическое отделение КБ-50 с диагнозом сотрясения головного мозга. На следующий день у 24-го дома на улице Духова водитель Рено Логан при движении задним ходом наехал на пешехода. Женщина получила незначительные ушибы, госпитализации ей не потребовалось. Сотрудники ГИБДД еще раз обращают внимание водителей, что во время гололеда и сильного снега необходимо быть особенно внимательными и осторожными на дорогах. Выбирать оптимальную скорость и соблюдать дистанцию между автомобилями. При начале движения, при любом маневрировании нужно трижды убедиться, что вы никому помех не создаете. При необходимости необходимо уступить дорогу транспортному средству. При движении задним ходом также быть внимательными, прибегать к помощи посторонних лиц, для того, чтобы избежать либо наезда на настоящие транспортные средства, либо, как в этом случае, наезда на пешехода. Более 140 нарушений правил дорожного движения зафиксировали сотрудники ГИБДД. Трех водителей задержали в состоянии алкогольного опьянения. 21 водитель оштрафован за езду с тонировкой, а 5 пешеходов – за переход в неположенном месте. Также с понедельника сотрудники ГИБДД начинают операцию «Пристегнись», которая пройдет по всей Нижегородской области. За неделю выявят водителей, которые пренебрегают ремнем безопасности или детским креслом. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.